Как можно любить того, кто тебя наказывает постоянно, который все время на тебя смотрит и ищет, в чем ты провинился? Загляните внутрь человека, и вы поймете, почему он живет так, как он живет. Чем человек наполнен, то он и создает. Ответ очень простой. Если вы хотите, чтобы результат был быстрый, то есть если вы хотите ускорить этот процесс, то вам нужно сегодня... Здравствуйте, мои друзья. Здравствуйте, гости нашей невиртуальной сегодня кофейни. Мы продолжаем запись живых встреч, и сегодня у нас в гостях Елена. Надеюсь, вопросом я постараюсь на него ответить. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Ада. Я очень рада, что у меня получилось оказаться не на виртуальной, а на живой кофейне. И у меня вопрос, который давно мне не дает покоя. Существует изречение, что нам в жизни все дано. И что дано нам еще до того, как мы начали об этом думать. У меня вопрос заключается в том, что как можно получить желаемое в крупных размерах. И не всегда это касается именно размеров, но это касается того, что важно лично для меня, как для человека. Это крупно для вас. Да, это ценное. Это ценное и дорого для меня. Вот как можно получить то, что важно мне, без зависимости от других людей. То есть не ожидая клиента, пока появится, мужчина пока изволит это сделать, а просто брать и творить на пустом месте. То, что мне ценно и дорого. Спасибо, Елена, за вопрос. Я вижу в нем две части. Я постараюсь ответить на обе сегодня. И начну я, наверное, с фразы, которую, я уверена, кто из вас слышал. Все написано в книге. И нередко смысл, которому предается, как это понимается, что ты не можешь изменить свою судьбу. Все написано в книге. Но на самом деле смысл-то здесь совершенно другой. Все написано в книге. Абсолютно все есть. И абсолютно все возможно. Все, любой путь, любая вероятность записаны в книге. То есть они уже есть, они уже написаны. И нам остается только выбирать. Вот, допустим, у меня есть сейчас одна мечта. Я сейчас ухожу с работы. Я приняла для себя такое решение. То, что однозначно я хочу расширить свою квадратуру квартиры. И я понимаю, что это как минимум в три раза больше, даже в четыре раза больше. Это возможность путешествовать. Вот как оставаться в той вере, что я могу на пустом месте, вне зависимости, есть у меня сейчас клиенты или нет, есть у меня сейчас работа или нет. Есть ли у меня сейчас мужчина, и может ли он мне помочь или нет. Как вне зависимости от всего этого просто создавать. Ну, смотрите, все в этом мире к нам приходит через людей. Да, то есть так или иначе что-то должно произойти. Либо через клиентов, либо через партнеров, либо через мужчину, либо через бабушку, которая умерла, либо через еще кого-то. Все в любом случае придет через людей. А откуда придут деньги, если будет ни клиент, ни мужчина, ни что-то еще? Они же не могут приползти к вам утром под дверь, да? Что-то же должно произойти. Можно же придумать какие-то свои правила? Вот если внутренняя работа считается для меня работой, Это действительно там, где то, что мне непривычно, начинаю делать то, что мне непривычно. И давно уже это делаю. Можно ли придумать такие правила, что внутренняя работа, которую я произвожу, она тоже вот просто оплачивается? Вот просто свои правила. Что значит внутренняя работа, которую я произвожу, она оплачивается? Ну вот откуда-то появляются деньги просто потому что... Откуда они появляются? Не знаю. Откуда-то, что они могут появиться? Вы понимаете, вы в очень инфантильном состоянии. Вы говорите об одном, я хочу ни от чего не зависеть, А потом оказывается, что вы перекладываете ответственность вообще на то, что от вас ни капельки не зависит Это, понимаете, состояние, в котором не получится ничего реализовать Человек, который что-то способен реализовать, он способен ради этого действовать Когда человек готов действовать, у него чешутся руки, он готов действовать Вот тогда он все получает довольно легко Человек, который сидит и ждет, что оно произойдет саму, я буду делать практики, я не буду оплачиваться Это позиция инфантильная Человек не готов к этому Человек к этому не готов Рада приветствовать тебя, Ада. У меня такой вопрос. То есть, когда всё написано, люди живут вот в этом потоке, что вот всё, что происходит плохое, а, это значит, мне было написано, что-то случается, это снова, а, это значит, мне было так предопределено. И, скорее всего, человек, когда не хочет развиваться, он как раз вот по этому течению идёт. А, значит, мне так было дано, значит, мне так было дано. И второе – страх наказания. Обычно человек боится сделать какой-то шаг из страха наказания. То есть, даже, возможно, много вариантов у тебя есть, но ты боишься, что тебя за это накажут. Именно вот потому, что в книге уже всё написано. Это мне предопределено. Спасибо. На самом деле, очень хороший вопрос. Это идея неизбежности, что это было в судьбе прописано, а это означает, что прописано что-то дальше. Это что-то дальше невозможно изменить. Вот в этом всём разрушающий элемент именно мысль, что это что-то, что невозможно изменить. Так было написано, означает, что это же написано и дальше. И я не способен на это повлиять. Одно из, на самом деле, мудрых решений, которые может принять человек – это воспринимать свои проблемы или какие-то случившиеся неприятности в жизни таким образом, чтобы они его укрепляли, таким образом, чтобы они его куда-то вели. Или как минимум, чтобы не приводили к мысли, что его, что делают, наказывают. Вот как раз переходя к твоему второму вопросу, это одна из самых разрушительных идей, которая вообще содержится в человеческих головах, что нас за что-то наказывают. Понимаете, если задуматься, то вообще вся идея карающего Бога, она абсолютно противоречивая к этому, как минимум. Как можно любить того, кто тебя наказывает постоянно, который всё время на тебя смотрит и ищет, в чём ты провинился? Одновременно говоря про бесконечную любовь, про прощение, что Бог всепрощающий и так далее. Нужно понимать, что человек удобен, скажем так, государственной машине или обществу, или даже какому-то сообществу в ослабленном виде. Что делается? Делается то, что берутся самые базовые человеческие потребности, самые базовые потребности, и из них делается табу. Они делаются постыдными, греховными. Например, давайте на примере. Что самое естественное для человека? Конечно, секс, да, продолжение рода, сексуальная энергия – это вообще энергия жизни, это энергия творчества. Секс как таковой – очень важная часть. Возьмите любое существо, которое хоть как-то когнитивно, как говорится, функционирует. У всех, абсолютно у всех есть сексуальное желание. Всё, гениально, да? Взять то, что человеку естественно, и что он непременно будет испытывать – сексуальное желание, влечение, мысли, фантазии, и сказать, что отвратительно – это греховно. И это так сильно вмассируется в человека, что человек думает, ну, я грязный, я греховный и так далее. То есть каждая мысль. И мы сегодня с вами живем в современном обществе, казалось бы, да, казалось бы. И тем не менее, очень часто мысли о желании, мысли о сексе, они у человека, да, вызывают потом какие-то очень неприятные послевкусия, какой-то осадочек остается. И то же самое, когда мы говорим про карающего Бога. Нужно запомнить – это выдумка человека, нет карающего Бога. Если спросить большинство людей, то у большинства людей идея Бога – это что-то очень похожее на человека. Это как будто бы кто-то со своим характером, причем не очень-то приятно, если так посмотреть, да? Я помню, когда мне было лет 11, мне очень нравилась церковь, я очень люблю заходить там, так вкусно пахнет, там всё блестит, так красиво, спокойно, тихо. Мы жили в тихом месте рядом с красивой церковью, я заходила, ребёнком я любила проводить там время. Я помогала очищать там воск, помогала что-то делать в саду церковном. Мне там нравилось. Однажды я прихожу во время службы, и меня сразу поправили, что я неправильно целую икону, что я неправильно стою, нужно вытащить руки из карманов, нужно надеть платок, без крестика нельзя и так далее. То есть я, войдя туда, меня тут же попытались обтесать со всех сторон, навести кучу правил, и я тогда себя, ребёнка, спросила, если это дом моего бога, то я такого бога не хочу. Это какой-то неприятный человек. Если в его доме, я не могу всё это делать, мне нужно определённым образом поцеловать икону. Вот эти все, понимаете, обряды, вот это всё напускное, на самом деле, для чего? Чтобы показать человеку, ты всё делаешь не так. Ты всё делаешь не так. Понимаете, это же так страшно это всё подвергнуть сомнению, что все эти вещи на самом деле выдуманы, были людьми. Не вера была выдумана людьми, а всё то, что я называю, это проявлением культуры. Религия для меня – это не проявление веры, это проявление культуры. Если бы, предположим, человек жил в обществе, где нет религии в принципе, он всё равно мог бы верить, но он бы создал свои ритуалы. Мы всегда создаём свои ритуалы, делая практики. Мы же тоже создаём ритуалы. Ритуал веры. И всё, мы в каждом своём обществе создаём определенную культуру, проявление своей веры, поддержку своей веры. Но так как там очень много, знаете, таких очень привлекательных моментов, когда можно туда свои гайки вертеть и начать потом рулить людьми, это начинают использовать. И это использовалось тысячелетиями. Человека пытались превратить в очень послушную марионеточку, которую можно дёргать. За чувство вины и чувство стыда. Это самые два разрушающие чувства. Чувство стыда и чувство вины. А стыд, который испытывает человек, испытывая желание, он неизбежен, потому что неизбежно сексуальное желание. Вы знаете, такое прекрасное упражнение есть. Если вы вообще хотите понять вашу готовность иметь деньги, предположим, проделать такое упражнение, вот если вы практикуете какую-то религию и вы время от времени обращаетесь к своему Богу определенным образом, то попробуйте попросить о прекрасном партнёре, с которым у вас будет шикарный секс, о деньгах. И кто-то скажет, ну это же неизменно, это же как-то материально, это же не духовно. А вот вам и ответ. А почему вы решили, что это не духовно? Почему вы решили, что это неизменно? А почему вы решили, что Бог скажет, ааа, плохой, плохой, хочет денег, плохой? Да, вот мы выдумали этого Бога. Вы же сами можете решить, что вам нужно, а что вам нельзя. Давайте начнем с этого, что человек сам говорит себе, что стыдно. Человек сам говорит себе, что плохо. И что сделает его неугодным Богу. Но простите, тот Бог, который его порой рисуют, это, скорее всего, не тот Бог, с которым вы хотите в этом мире жить. Понятное дело, что проблема не в Боге, а проблема в том, какие порой нездоровые конструкции создают человечество, чтобы держать в узде все остальное население. Давайте не будем позволять себя обводить вокруг пальца, обводить себя за нос и не позволим создать какую-то абсолютно нездоровую модель Бога, которая просто будет мешать нам эффективно и здорового существовать в этом мире. Спасибо. Ада, добрый день. Рад знакомству. Вы ворвались так в мою жизнь. Очень интересно то, чему вы учите, и то, что я слышал. Может, я не настолько прокачан, как моя супруга. Но здесь самая главная такая мысль это мечтать, позволять себе думать о том, что это возможно, верить в чудеса. Ну, я как мужская половина, я, наверное, более квадратный, чем женщина. Вот. Для меня есть форма, есть объем. И когда я двигаюсь к какой-то цели, я ставлю задачи, вот, я их прописываю, они измеримы. Ну, и, соответственно, как бы для меня это есть определенная рамка, куда я хочу прийти. Вот как этот момент его синхронизировать, чтобы за те рамки, которые они есть в физическом мире, да, там, выйти на новые масштабы. Вопрос такой. Прекрасно поняла вопрос. Мы действительно, мы не можем жить в одном или в другом мире. То, что часто мы не осознаем. Мы одновременно живем в двух мирах. Мир физический и мир, ну, скажем так, я это называю мир информации, сегодня так называю, да, то есть мир метафизический, как мы угодно его назовем, то есть это то, что мы не можем потрогать руками, но что однозначно влияет на то, что происходит в физическом мире. Есть два способа менять вашу реальность. Один способ, это очень нам знакомый, когда мы пытаемся материей влиять на материю, да, то есть мы своими действиями, своими усилиями, своими решениями, своим выбором, двигаясь шаг за шагом, мы меняем материю, мы строим компанию, направление бизнеса развиваем, мы идем ищем партнера и так далее, то есть мы делаем конкретные шаги, мы действуем в физическом мире. Еще раз, это обязательно нужно делать, всегда, вне зависимости, делайте вы практики или не делайте. Мы живем в физическом мире и не совершая шагов, мы ничего не получим. Если человек не готов действовать, он не готов это получить однозначно, сто процентов. но есть другая сторона. Нередко так бывает, что человек говорит, почему я действую, но мне не получается, не получается, не получается, а надо спросить себя. А в моем внутреннем мире, да, мы сейчас говорим про тот второй мир, ту вторую вселенную реальность, в моем внутреннем мире, куда я себя веду, какие картинки я себе рисую, какие мысли я себе позволяю, что я ожидаю, что я чувствую, другими словами. Это очень важно. Мы действуем в физическом мире, но мы создаем результат тем состоянием, которое мы сейчас испытываем. Если вы предвидите, что все будет хорошо, если вы знаете, что все получится, если вы знаете, что все сложится в нужное время, нужным образом, какое у вас состояние? Как вы действуете? Как минимум спокойное, как минимум какое-то радостное, предвкушающее состояние. И вот это состояние влияет на то, какие результаты вы получаете, делая шаги. Потому что, когда вы в правильном состоянии, в состоянии доверия, то вы сделали маленький шаг, а изменения произошли намного заметнее. И самое интересное, вы всегда будете двигаться в такую реальность, где подтвердится ваше сегодняшнее состояние. Если вам сегодня хорошо, если вы сегодня знаете, что все получится, значит, вы окажетесь в таком месте, в котором у вас такое же точно состояние, где у вас все хорошо, и вы знаете, что все получится. Если человек из состояния, я должен, иначе я никто, иначе я последний неудачник, или нужно торопиться, или я не верю, вот будет банкротство, вот сейчас начнутся проблемы, вот сейчас начнется спад экономики, меня предаст мой партнер, сейчас я всех подведу. У человека начинается вот эта внутренняя борьба, он делает те же действия, что и другой. Он так же идет на работу, он так же нанимает сотрудников, он так же выбирает партнеров, подрядчиков, делает свое дело, он может даже быть лучше в каких-то технических вопросах, но его внутреннее состояние создать результат, где он подвел, где его бросили, кинули, где сотрудник опять ленивый, где экономика пошла против него. Мы живем одновременно в двух реальностях. Мы, конечно, не хотим стать волшебными на всю голову, когда мы живем только в одной реальности и говорим, что я буду представлять, все будет хорошо, но пусть оно само ко мне придет. Оно не придет, если вы ножками не двигаетесь, вы ничего не хотите. Понимаете, в чем дело? Когда человек к чему-то готов, он доверяет, ему хочется действовать, появляется желание действовать, люди боятся действовать, потому что они не верят, что у них что-то получится. Вот это очень важно. То есть вы мечтаете, очень важно мечтать. Многие не понимают, что очень важно мечтать. Мы с вами, воображая что-то и веря в то, что мы воображаем, мы создаем реальность. Мы ее просто под себя моделируем. Или другими словами, может, вам это будет легче даже пережить и переварить. Мы с вами выбираем реальность. Помните, все написано в книге. Вот что из этого все вы выбираете? Загляните внутрь человека, и вы поймете, почему он живет так, как он живет. Чем человек наполнен, то он и создает. Мы получаем в своей жизни не то, что мы хотим, а то, кем мы являемся. Вот в моменте сейчас кем человек должен себя спросить, кем я являюсь? Вопрос, на самом деле, очень простой. Можно сразу перечислить даже по состояниям. Я сейчас раздраженный, я сейчас разочарованный, я сейчас в сомнениях и так далее. Я это и создаю. Я это и буду создавать. А если я в своем, кто я сейчас, какой я сейчас, как минимум, я в неком состоянии радости, предвкушения, азарта, удовольствия от процесса, удовольствия от жизни. Когда вас кто-то подводит, важно, какой вывод вы делаете. Вас подвел партнер по бизнесу. Какой вывод вы сделали? Некоторые люди и нередко делают вывод, не буду доверять. Деньги ни с кем делить нельзя. Нельзя входить в бизнес с партнером, тебя кинут. Не надо заниматься бизнесом. Бизнес – это всегда разочарование и потери. Люди могут сделать разные выводы. И, да, они могут быть разнообразные, но негативные. А кто скажет, надо, наверное, в следующий раз, как минимум, с человеком поработать немножко, прежде чем принять решение и привести его в бизнес? Может быть, в следующий раз, когда я замечу первые симптомы, что это не тот человек, я буду более решительна в своих действиях. Или кто-то скажет, в следующий раз я пропишу более хороший контракт. Да, то есть вывод, какой человек делает. Вот вы по своим выводам поймете, куда вы себя ведете. Очень важно понимать, какой вывод вы делаете, когда что-то не получается, когда что-то идет не так. В отношениях. Какой вывод вы делаете, что-то пошло не так. В бизнесе. Поэтому, наверное, так суммирая ответ на этот вопрос, перед нами бесконечное количество возможностей. И то, насколько быстро мы туда пойдем, и то, с какой вероятностью мы окажемся там, где мы хотим оказаться, зависит от того, насколько мы способны приглушить тот шум, который в нашей голове и вокруг звучит, и выбрать, как я хочу видеть свой завтрашний день, как я хочу это создать и, никого не слушая, идти вперед. Когда у вас такое состояние, ваши действия будут приводить к, во-первых, к желаемым результатам, а не к проблемам. Во-вторых, вы будете двигаться намного быстрее. И вопрос, нередко спрашивают, а вот как понять, когда, например, я это реализую? Или как ускорить реализацию? Ответ очень простой. Если вы хотите, чтобы результат был быстрый, то есть, если вы хотите ускорить этот процесс, то вам нужно сегодня создать ментальную модель того будущего, в которое вы хотите попасть. Ментальную модель. И жить сегодня с таким ощущением, с такой убежденностью, что это будущее уже наступило. Или, как минимум, с убежденностью, что это неизбежно. Понимаете, вот если вы знаете, что что-то неизбежно, вы начинаете к этому готовиться. Вы начинаете к этому готовиться. Всегда самый важный ориентир. Насколько вам внутри хорошо, насколько у вас внутри радость, легкость, насколько вам внутри в удовольствие просыпаться, насколько вы видите вокруг красоту, насколько вы умеете получать удовольствие от каких-то мелочей в жизни. Человек, который живет в мире, где есть карающий Бог, ему это очень сложно сделать. И редко дело это он чувствует вину. Ада, вот от всей души я переживала, когда задавала вопрос, не знала, как правильно выразить свою мысль. я получила досконально ответ, то, что я хотела даже не столько услышать умом, сколько прочувствовать через состояние. И я очень благодарна, потому что я понимаю, что вообще не все можно выразить словами. Ушла суета. Супер. Спасибо. Спасибо.